Вот боковой корешок. Видите, это вторичная корневая система начала работать уже. Вот понимаем, что начала жить у нас заново она. Счастье агронома – это знать. Молодые побеги озимых выжили после холодов. Евгений Чурсинов сейчас едва ли не каждый день приезжает на поле. Еще раз посмотреть, как чувствуют себя посевы. За ними сейчас глаз да глаз. Время такое. Растение стало развиваться, задышало, пошло в рост. Первые признаки жизни после долгой зимы. Ну сейчас растение вышло из зимовки, начался активный уже, активно вегетация пошла. Вот растения окустятся, если которые были вот сейчас на глазах даже видно, которые были там в фазе двух-трех листьев растения, уже вошли в фазу окущения. Сразу на поля выгоняют тракторы. После долгой зимы растение определенно проголодалось. Вот и требуют еды, и поэтому проводят подкормку удобрениями. А зимы и весной аграрии шутку сравнивают с медведями после спячки. Проснулись с первым весенним солнышком. Пробуждение на этом поле видно сразу. Растения заметно позеленели. Их стало больше. Только посмотрите, какой тут образовался густой ковер. Хотя еще недавно были полупостые ряды. Можно было наблюдать, вот если сейчас даже проехать по полям, есть кое-где, где менее развитые азимы, вы прямо увидите вот эти строчки. А здесь уже видите, вдаль смотришь, поле закрыто практически. Аграрии говорят, сейчас главное сохранить влагу. Зима не сильно баловала, осадков выпало немного. Надеются, что хоть теперь погода не выдаст сюрпризов. Сейчас не нужны ни заморозки, ни сильная жара. Только золотая середина. В целом же по краю ситуация по азимам хорошая. Из посеянных почти двух миллионов гектаров азимых зашли почти все 100%. Активно развиваться растения начали в марте, практически на всех полях края. Лучшее состояние азимых отмечается в Грачевском районе, в Шпаковском районе, в Новоалександровском и Кочубеевском районах. Худшее состояние, где состояние плохих немножко превышает 30%, это Новоселецкий и Буденновский район. В других районах состояние посевов удовлетворительное и хорошее. Плохих – небольшой процент. Ну а ситуацию на полях оценили Джамиля Ибрагимова и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение.